Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Илюжи Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в необычную игру под названием Wait. Life is Beautiful. Расскажет она нам о мосте самоубийств, и главная наша задача спасти как можно больше жизней. И если вам понравится эта игра, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а я буду начинать спасать людей. Это очень важно. Мост самоубийц. Ведь жизнь прекрасна, и нет ни одного повода, ни одной причины уходить из этой жизни. Посмотрим, придет ли кто-нибудь сегодня. То есть на этот мост приходят регулярно люди? Окей, у нас чувак с опытом, со стажем, хорошо? Доброй ночи, сэр. Полиция, погоди-ка. Я тебя знаю. Ты тот самый парень, который общается с самоубийцами. И каждый раз, когда в реке находят труп, ты всегда стоишь тут, на этом самом мосту. Интересное совпадение, не так ли? Может, эти люди вовсе и не сами спрыгнули? Вовсе не так, я просто пытаюсь им помочь. Никому до них нет дела, вы только таблички эти дурацкие поставили. А толку? Всем плевать на этих людей. Эй, парень, на твоем месте я бы вел себя потише. Ты пока что под наблюдением. Мы за тобой приглядываем. Ну, давайте вы не будете за мной приглядывать, ведь я реально выполняю правильную работу, которую кроме меня выполнить, по идее, никто не может. Ладно, и подходит еще один чувак. Нажмите дэлит, чтобы отойти от самоубийцы, человек останется один и спрыгнет. Подожди, жизнь прекрасна. Отойди, сынок, не мешай мне отдать долг. Какой долг? О чем вы? О чем вы? Весь мой взвод мертв, выжил лишь я, да и то случайно. От взрыва меня контузило, и я отрубился, пока моих ребят вырезали. Целых 50 лет я виню себя в этом. Так, какие варианты у нас есть? 50 лет, вам пора начать жить в будущем. Ваши товарищи хотели бы, чтобы вы продолжали жить. Вам не в чем себя винить, вы же прошли через настоящий ад. И на любой войне есть жертвы. Вот мне нравится второй и третий вариант, наверняка один из них правильный. Но, думаю, более добрый второй, что ли? Ваши товарищи хотели бы, чтобы вы продолжали жить? Это уже не важно. Я помню только боль. Не живу, просто существую. А как же семья? У вас наверняка кто-то есть? Не отчаивайтесь, все изменится. В смерти ваших товарищей нет вашей вины. Давайте поговорим о семье. Уж ее-то он должен любить. Но, с другой стороны, если семьи у него нет, мы, наоборот, надавим на больное место, и ему еще сильнее захочется спрыгнуть с моста. Да, дилемка получается. Ладно, в смерти ваших товарищей нет вашей вины. Надеюсь, это поможет. Чувак, не прыгай. Не подставляй меня. Нет, я подвел их, и я не могу больше это терпеть. Ну, какого черта? Зачем? Твою ж мать. Блин, я старался размышлять логически и помочь ему. Но, видимо, я не такой уж и опытный в этих делах. Ладно, еще один чувак подлетел. Так, стоям бы. Ну, зачем ты перелез-то сразу? Подожди, жизнь прекрасна. Ха-ха-ха! Почему ты смеешься? Почему, чувак? Ты даже не представляешь, с кем сейчас разговариваешь? Может, расскажешь? Мне интересно знать. Кто же ты такой, лысый чувак? Че ты натворил уже? Не сегодня. Ну, не прыгай! Ну, какого черта? Че вы все прыгаете-то, алло? Жизнь прекрасна, вы не слышите меня, что ли? Я не понимаю психологии этих людей. Что с ними не так? Зачем? Зачем они меня подставляют? Ладно, еще один лысый... Нет, он не лысый, у него просто белые волосы. И в руках игрушка. Подожди, жизнь прекрасна. Привет, я мистер Лягушка, а тебя как зовут? Надо ему подыграть. Мистер правая рука Уилла. Ну, похоже, это тоже неправильный вариант. Я не знаю. Итак, внимание, детки. Сегодня мы будем учиться делать прыг-скок. Дядя, сколько тебе лет? Не познавато ли играть в куклы? Нас что, снимает скрытая камера? Ого. Да, да. Ого, ты даже не шевелишь губами? Ты такой крутой, что тебе нужно... ...свои таланты где-то показать. В цирке, например. Как нам сделать прыг-скок с моста? Мистер Лягушка, подождите, не делайте этого. Погоди, не надо, братан. Меня точно посадят. Все просто. Для хорошего прыг-скока нам нужен один неудачник и одна разрушенная жизнь. Как у тебя получается разговаривать, не открывая рта? Это очень круто. Да, вот это. Надо его заговорить. Попробуем. Он реально крутой чувак. Хотя я не знаю, открывается у него рот, не открывается. Сегодня от нас ушла миссис Лягушка. А еще нас уволили с работы. И маленькие детки-легушата не хотят больше с нами играть. У тебя редкий талант. У всех бывают проблемы. И так уж просто быть лягушкой в нашем мире. У тебя офигенный талант, чувак. Воплоти его в жизнь. Прояви себя где-нибудь, но только не на мосту самоубийц. Не прыгай. Может тебе стоит сменить образ? Ты прав. Лягушкой быть действительно тяжело. Наверное, пора мне придумать что-то новенькое. Ура! Первая спасенная жизнь. Друзья, это великолепно. Я чувствую себя полезным для этого общества. Этот чувак будет меня вспоминать, наверное, с добротой в душе, сердце. И будет благодарить за то, что я спас ему жизнь. Или нет, или он придет на следующий день. Хотя, чувак, за которого мы играем, приходит сюда каждый день. Подожди, жизнь прекрасна. Что? Говори громче, а то я уже старый и ничего не слышу. Я говорю, что жизнь прекрасна. Зачем вы туда за... Нет, бабуля, вы потерялись? Бабуля, вы потерялись? Что с вами не так? А тебе-то что? Неужто хочешь помочь? Брось ты это дело, я уже достаточно пожила. Но ведь можно пожить еще. Я уверен, что у вас есть ради чего жить. А у вас что, сериал? Нет, ну как бы издеваться над ней не стоит, это уж точно. Давайте. Можно еще немного пожить, вот. Ну, как бы если ты старая, ты рано или поздно умрешь. Зачем торопить события? Знаешь, сынок, со временем все становится неважным. Мне уже 102 года, а я все живу и живу. Не приходит смерть за мной. Бабулька, у тебя столько сил в 102 года, чтобы бегать, перелазить через заборы. Знаешь, это... Это достойно уважения, бабуль. Давай-ка, может, станешь какой-нибудь спортсменкой, акробатом. Ничего себе, это ж целый век, целых 102 года, а по вам и не скажешь. Да, по вам и не скажешь. Скачете, как молодая, бабусь. Прости, не слышу тебя, глухая. Да и так знаю, что ты скажешь. Вам, молодым, не понять, как тяжело и безрадостно быть стариком. Не в молодости и счастье. Главное, бабуль, сердцем не стареть. А ну-ка, бабуля, не дурите и давайте слезайте оттуда, я вам помогу. Первый вариант мне кажется наиболее подходящим. Надеюсь, это он. Да, бабуль, не в молодости, счастье. Ты хороший парень, вот доживешь до моих лет и поймешь, что на старости лет хочется покоя. Так иди, ляг на кровать, завари себе чайку, возьми печеньки. Ну, если нет зубов, ты можешь печеньки помакать в чай и просто посасывать их. Удовольствие и целая куча бабуль. Зачем же ты так говоришь? Всему свое время, а думаетесь, вы можете помочь окружающим мудрым советам. Действительно. А может ли человек, который желает своей смерти, помочь мудрым советам? Кому не нужны эти советы? Ну, бабулька, бабулька. О, боже. Ну, да, она могла дать совет сброситься, если вдруг у тебя какие-то проблемы возникают. Но это неправильный совет, поэтому я даже не знаю. Наверное, я неправильный вариант выбрал. А вот еще одна молодая красивая девушка. Своей улыбкой, странно длительной, глубокой тенью черных глаз, Он часто, юноша, пленительный, обворожает скорбных нас. В ночном кафе, где электрический свет обличает и томит, Он речью дьявольски-логической вскрывает в жизни нашей стыд. Он в вечер одинокий, вспомните, когда глухие сны томят. Довольно мрачное стихотворение. Расскажи его до конца. Как врач искусный в нашей комнате, нам подает в стакане яд. Он в темный час, когда, как оводы, жужжат мечты про боль и ложь. Нам шепчут роковые доводы и в руку всовывает нож. Он на мосту, где воды сонные, бьют отомленно о быки. Вздувает мысли потаенные мехами злобы и тоски. В лесу, когда мы пьяны шорохом, листвы и запахом полян, Шесть тонких гильз с бездымным порохом, кладет он молча в барабан. В его улыбке странно длительной, в глубокой тени черных глаз, Есть омут тайной соблазнительной, властительно влекущий нас. О чем она? Я не понимаю, серьезно. Тебе понравилось? Да вообще, оно звучит, конечно, прикольно, да, Но я не совсем понял идею, заложенную в это стихотворение, Но оно довольно симпатичное. Окей. Это бы я не очень разбираюсь в поэзии. Это было прекрасно. Безусловно. Это было просто изумительно. Мы еще встретимся. Так просто? Ну да, душа поэта, она ранима. Человек творческий, он ходит на грани. У него душевные постоянно какие-то стенания, страдания. Он постоянно переживает. Ладно, еще увидимся, девушка. Так, еще одна красотка, по всей видимости. Давай, что скажешь? Ты кто такой? Тебя здесь быть не должно, не подходи. Почему меня не должно здесь быть? Почему? Почему меня не должно здесь быть? Учитель не говорил, что кто-то еще будет здесь. Все идет по плану. Не по плану. Ее учитель заставляет покончить с собой? Подожди, о чем ты вообще? Я не знаю, про какого учителя ты говоришь, Но с моста тебе точно стоит слезть. Возможно, твой учитель ошибся? Скорее всего, так и есть. Не прыгай! Наш учитель никогда не ошибается. Да ладно! Ну что, ну блин! Поговорите хоть со мной, ну блин! Пока удалось помочь только двоим людям. И то это было непросто. Ладно, следующий человек. Эй, это же ты людей спасаешь. Ну как? Пытаюсь спасать. Не особо получается. Спас пока только двоих. Кое-как. Ладно. Что будет дальше? Еще один чувак. Тут у них просто аншлаг. Поставьте наряд милиции, и люди не будут прыгать. Как-то по-дурацки жизнь прошла. Еще не прошла, чувак. Еще не прошла. О чем ты? Мне казалось, что я все делал правильно. Закончил престижный университет. Нашел хорошую работу. Женился на прекрасной девушке. У меня даже пара забавных сорванцов по дому бегает. И вдруг вопрос в голове. А зачем мне это все? Такой жизни могут позавидовать многие, но это... Это не аргумент на самом деле. Смысл жизни разве не в этом? Это тоже не аргумент. У каждого свой смысл жизни, поэтому... Может, у тебя просто день плохой был? А? Опять же, стараюсь разуждать логически. Я не знаю. Может, ты и прав. Только я чувствую себя загнанным зверем. Вечно семья, работа, дом. Я уже давно позабыл, что мне нравится самому. Да, от такой жизни я бы и сам в петлю полез. Ну, а чем бы ты хотел заниматься? На самом деле. Это все не важно. Моя жизнь так и останется прежней. Давай я заплачу тебе, и ты отстанешь от меня. Вообще... Кстати, по поводу оплаты. Если я скажу заплати, можно будет подойти к нему сзади, пока он передает деньги, и... Дернуть его за шкирки. И перетащить обратно на мост. Давай попробуем этот вариант. Я не знаю. Странное. Вообще, не прочь немного разбогатеть. Дай денег. Не прыгай, пока не дашь денег. А вот хрен тебе. Ну ты и сволочь, обманщик. Ну, обманул меня. О, боже. Да он меня обманул, чувак. Так же нельзя. А план был хороший. План был хороший. Жаль, в игре это не реализовано. И на какой черт развесили эти идиотские таблички? Да тут люди прыгают каждую минуту по 10 человек. О чем ты говоришь? Конечно, таблички нужны. И сейчас... Вот можешь постоять со мной, посмотреть. Сейчас стопудово придет кто-то и опять рухнет вниз. Полетит со свистом. И разобьется о воду. Так, ну что молчишь, мужик? Давай, перекинемся парой... Да, он, похоже, просто застеснялся. Меня увидел и решил, нет, я не буду прыгать перед другими чуваками. Так, ну хорошо. Что ж, думаю, сегодня больше никто не придет. Погибло 5 человек. Спас одного, да? Вроде двоих. Ну ладно, друзья, на этом мы с вами остановимся. Это была демка. Необычная идея для игры. Прикольно. Надеюсь, вам понравилось. Цените, друзья, свою жизнь. Не вздумайте заниматься вот такими вещами. Не прыгайте. Не это... Жизнь прекрасна, запомните. В ней куча классных вещей. До новых встреч. Будьте счастливы. Не болейте. Пока.